Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. У нас сегодня очередная распаковочка. Если честно, я собиралась сейчас готовить суп, но тут пришла посылка, и я поняла, что мне нужно сейчас снять это видео. Мне очень интересно ее открыть, мне интересно протестировать этот аромат, потому что на него очень противоречивые отзывы. Вот если вы удивляетесь, почему так много покупок и распаковок, у меня просто в феврале день рождения, и я каждый год сама себе покупаю подарки. Но в этом году, конечно, я разошлась. Столько парфюмов в один месяц я обычно себе не покупаю. Но я уже решила, раз мы не ходим ни в рестораны, ни в кафе, ни в парикмахерские, да вообще никуда, и уже больше года не ездим в отпуск, почему бы не порадовать себя очередным парфюмом на день рождения. Ну, в общем, как-то так. Не надо брать с меня пример, и не нужно заказывать вслепую. Но вот мне просто вот так было интересно, что я вот не смогла по-другому. Я нашла аромат по хорошей цене. Я оставлю ссылку, если кому нужно, кому интересно, кто живет в Германии. А мы открываем посылочку. Так, вот так вот все это выглядит. Я этот аромат как-то видела, кстати, в магазине еще до локдауна. Прошла мимо, вы представляете, даже не протестировала. Потом долго себя, конечно, ругала. И вот теперь он у меня, и он очень отсвечивает. Это Эллин Маск Мистерью от Мюглер. Что-то мне казалось, что эта упаковка больше. Как-то она на фотках выглядит всегда более крупно. Посмотрите, как все красиво. Вот это тот случай, когда я с удовольствием разглядываю упаковку и флаконы. Хотя я раньше говорила, что флакон это не так важно. Но у Мюглера это просто флаконы произведения искусства. Поэтому да, это важно. Так, постараюсь сейчас все это дело так открыть, чтобы это у меня не вывалилось. Значит, это у нас Оди Парфам, 90 мл. Это у нас лимитированное издание. И вот так все это выглядит. Боже мой, какая это красота. Видите, внутри все из зеркала. Очень-очень красиво. Очень красиво. И сиреневый такой цвет. Класс. Ох, какой здоровенный флакошек. Такой сиреневый, серебряный, хотел сказать. Короче говоря, об этом аромате я слышала очень-очень разные отзывы. Кто-то из блогеров говорил, что этот аромат пахнет сношающимися конями. Представляете? Недавно на слепых затестах блогер говорила, что аромат очень красивый и звучит ей даже шоколадом. И это такой очень красивый восточный аромат, глубокий. То есть ни про каких коней уже речь не шла. В общем, давайте будем наносить жидкость темно-красного цвета. Очень красивый флакон. Боже мой, как приятно такие вещи держать в руке. Ну что, была не была, если честно, даже немножко страшновато. Хотя я на мускусы обычно не очень так. Я даже боюсь его наносить, если честно. Ладно. Я на мускусы... Как сказать, я их особо так не слышу в ароматах. Единственное, в агенте-провокаторе я их очень даже слышу. И они мне не очень нравятся. Но тут... Боже мой, какие кони! Где тут люди слышат сношающихся коней? Не знаю. Это очень красиво. Это очень восточный и очень насыщенный аромат. Боже мой, слава богу! То я же думала, что же я буду делать с 90 мл. С таким огромным флаконом сношающихся коней. Говорили, что это неприлично. Слушайте, это очень красиво. Это такой темный. Действительно, он мистический, этот аромат. Он очень красивый. Он ни на что не похож. Единственное, что он чуть-чуть где-то похож на... Опять же, мюблер из коллекции Зеркальный. Вот аромат, который у меня есть. Как же он называется? Зеркало драгоценностей. Мируа де жуаю. Кажется так. Чуть-чуть. Но этот мне нравится больше. В том аромате мне немножко как-то вот... Уд. Немножко он мне не нравится. Хотя он там пахнет просто вишней. Слушайте, ну здесь... Это очень красиво. И действительно что-то такое, ну не шоколадное, но что-то сладкое такое, округлое. Что-то в нем здесь действительно есть напоминающее шоколад. Очень красиво. Здесь у нас в первых нотах заявлен, опять хотела сказать, шалфей. Шафран, не шалфей. И пряные ноты. Шалфеем я не всегда как-то дружу с шалфеем, с шафраном. Но тут он очень мягкий. Я его практически не слышу. Аромат, боже мой, опять же очень цельный. Что-то здесь есть напоминающее вот такую удовую вишневость. Что-то есть, но очень мягкое. Такое ощущение, что здесь даже какая-то пудра есть. Или мне кажется, слушайте, это очень-очень красиво и носибельно. Конечно, это запах, аромат на зиму. Очень насыщенно, слушайте. Вот он мне сейчас чем-то, чем-то отдаленно. Похож даже на амуаж. Не буду говорить на какой аромат, потому что они все-таки разные. Слушайте, ну вот если не знать, что это меглер, можно действительно спутать. Ну вот вообще, если, например, не знать, что за аромат, можно сказать, что он звучит настолько восточно. Действительно, вот это мог бы быть амуаж. Слушайте, ну классный. В общем, я никому не советую покупать вслепую этот аромат. Все-таки такие ароматы нужно тестить. Но я очень довольна. Он кардинально отличается и от Эллиен Мираж, и от вот этого классического пришельца. Его я, кстати, недавно взяла в Росмане. Это 15 мл. Классический Эллиен. Перезаполняемый, да, перезаполняемый флакон. Оди Парфам. Он мне так понравился, я его просто вот схватила. Конечно, у них ничего общего нет в звучании. Може мой, здесь даже какая-то ликерность, насыщенность. Вот он сейчас набирает обороты. Да, и мускус здесь такой немножко грязноватый. Но не настолько, чтобы сказать, что здесь какие-то кони и вот такого нет. Слушайте, мне нравится. Короче, посмотрим, как я его буду носить. Ну, это такая красота. Пишите мне, пожалуйста, что из мюглер вам нравится. Какие фланкеры Эллиена у вас есть. И не только Эллиена, и Ангела, и вообще. Пишите, какие ваши любимые ароматы этой марки. В общем, вы поняли, меня понесло. Мне хочется собрать все фланкеры. Мне эти ароматы просто сейчас очень-очень как-то подходят. Очень красиво. Даже там лук вот какой-то появляется, что-то напоминающее такое ладан. По настроению он вот немножко в том же направлении, что и Амуаш-мемуар. Вот сейчас мне почему-то так кажется. Там, конечно, еще мощи побольше. И там ладан прям такой дымный. Но вот это примерно вот в ту сторону, по настроению. Короче, я довольна. Я счастлива. Буду его носить, пока у нас вот сейчас морозы. Ой, такая приятная сладость. Слушайте, ну супер. Все. На этом я закругляюсь. Пошла готовить свой суп. Жду ваших комментариев. Всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok